Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о чудо-средстве, которое поможет вашим перцам в них пойти в рост. Причем это средство очень доступное, его можно иметь на любом участке. Если у вас есть участок, значит вы запросто можете получить это средство. Что же такое за чудо-средство? Из чего оно готовится? Конечно, это не минеральное удобрение, которое надо искать по магазинам, искать в поисках этого удобрения. Это все доступно, это то, что растет на вашем участке. Так что же это за чудо-средство? Что является эликсиром для наших растений? Ну и самый главный вопрос, как это готовится? Потому что технологии, которые поменяют многие наши огородники, не всегда дадут такой эффект, который будет от этого чудо-средства. Что для этого надо? Все вот мы полем градки. Градки выпололи, у нас остались сорняки. Вот сидят перед нами перчики. Перчики наши уже хорошие, на них уже есть бутоны, кое-где даже плоды уже образовались. Мы рассаду выращивали, старались. Но вот погода стала теплая, и наши перчики как-то не хотят идти в рост. Вид их такой, ну, вроде бы они зеленые, но в то же время они не двигаются в рост. Что мы делаем? Берем очень просто. Берем какое-то ведро, пластмассовое, и любое пластмассовое ведро железное желательно использовать. Почему не используют железные ведра? Потому что железо окисляется, и весь процесс будет идти не совсем правильно. Значит, набиваем его полностью сорняками. Набили полностью сорняками. После этого ложим гнёд. Гнёд, что такое гнёд? Самый обыкновенный камушек, который у вас можно найти где-то на участке, где-то на дороге. Нашли камушек. Сорняки положили плотненько, утрамбовали в ведро. И ложим камушек, прижимаем. После этого делаем горячую воду. Нагрываем то ли на костре, то ли в печке. Это уже принципиально не имеет. У нас смысл, чтобы вода была градусов 80-90. Ну, если 100, то тоже прекрасно. Берем, заливаем эту нашу выпалотую траву чистой водой. Чистой водой, прокипяченой и горячей главное. Самое главное горячей. Залили до тех пор, пока она будет почти ровно с бирожками. Ну, не доливаем где-то 2-3 сантиметра. Почему не доливаем? Залили воду. После этого берем наши хлебопекарные дрожжи. Самые обычные дрожжи, которые есть в любом магазине. 100-граммовую пачечку делим на половину. И вот на это ведро мы добавляем 50 грамм. Больше не надо. Можно 30 дать, но не меньше. Не меньше 30 и не больше 50 грамм. Ну, глазомерно вы определите. Разделите эту пачечку. Растворяем дрожжи тепленькой водички. Растворили. Вот. Наши рукой потрогали. Наша вода уже в этом средстве, как бы, уже остыла немного. Потому что угородшие води дрожжи могут запариться. И дрожжи. Туда дрожжи. Вот. И чуть-чуть размешали. И ставим это ведро в теплое место. Ну, как теплое место. На солнечное. Но для того, чтобы вода не так испаралась, мы можем накрыть полиэтиленовой пленкой. Самое место, где будет жарить солнце в обед. Сделали. Сегодня сделали. Завтра к вечеру. То есть полутора суток. Больше держать не надо. Почему нельзя держать больше? Потому что там начинаются гнилостные процессы. Вот. А за полутора суток все это самое питательные элементы из этих сорняков, раствор уже вытянет. Вот. Взяли этот самый раствор. Процедили. Получили. Следующим вечером. То есть утром сделали. День стоит. Второй день стоит. И следующий день. К второму вечеру второго дня это средство у нас уже готово. Я же объясняю. Дольше держать не надо. Здесь нас ускоряют все процессы дрожжи. Вот. То, что нам надо. А это уже вытяжки. Есть в этой вытяжке. Дальше берем это средство. Процеживаем. Светит тоже ситечка. Ситечка, материал. Это процессы. Это самое. Процедили. Вот. И разбавили наполовину водой. Вот. Ровно. Например, 5 литров. 5 литров воды добавляем. Вот. Холодная, теплая. Ну, желательно, конечно, на теплую воду. Ну, и все. Дальше кружечка на литр. На один перчик у нас уйдет пол-литра этого средства. Вот так. Вот как раз литровая кружка будет на два растения. Здесь вот полили пол-литра. И здесь вылили пол-литра. Ждем, чтобы раствор питался. Наш раствор питывается, это самое, постепенно. Подождали. Он сейчас питается. Вот. Но не забываем, что не было корки такой большой, это самое. Потому что все-таки это раствор. Какие-то соли даже там органически они остались. Поэтому чуть-чуть для профилактики мы польем злеечки. Чуть-чуть раз вызвинули водой. Много не надо. Чуть-чуть. Так что все наше питание теперь ушло точно в корневую зону. Посмотрите. Уже буквально на третий день ваши перцы повеселим. Их окраска станет красивая, сочная. И они будут чувствоваться, что они быстро тронулись в рост. Так что, видели, средство очень доступное. Его можно получить в любых условиях. Если у вас есть участок, вы можете получить это средство. Единственное, что надо, дрожжи. Единственное, что надо, чтобы было в запасе. Дрожжи могут пойти любые. Могут пойти и сухие дрожжи. Они же есть. И рост момента, это тоже те же самые сухие дрожжи. Добавлять этого, там, конечно, меньше. Там это наполовину меньше. Там где-то будет только чайная ложка на такое 10-литровое ведерко. Добавили. И вот дрожжи сделают работу, помогут ускорить эту вытяжку сорняков. И тут, по крайней мере, что? Что тут важно, чтобы вы не обратили внимание? Понимаете, любое минеральное удобрение – это искусственность. Это искусственность. Там есть, может, и азот, и фосфор, и калий, микроэлементы. А здесь все находится в этой вытяжке, все в сбалансированном виде. И азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы различные, и все. И как раз, раз эти сорняки нарастут на вашей почве, они имеют как раз то, что надо вашей почве. Понимаете смысл? Что-то непривозное какое-то, не щелочное, не кистое. То, что идеально подойдет для вашей почвы. То, что идеально ускорит рост. Кстати, такую подкормку можно применять не только для перчика. Ускорить рост можно также и баклажан. Можно также ускорить рост ярового чеснока. Можно аурчики даже подкармить этим раствором. Посмотрите, эффект становится очень быстро. Готовится быстро. А то, что у нас осталось, мы еще один раз можем использовать. Еще залить на одни сутки, подержать и использовать. А после этого мы этот раствор закопаем в сорняки, которые уже бродили у нас. Закопаем плодовые деревья. Вы заметите, что там появятся дождевые черви, которые начнут рыхлить нашу почву. И наши плодовые растения станут чувствовать себя очень хорошо. Такая подкормка придется, ну как бы уже не сама подкормка, но уже после действия этой подкормки придется по вкусу и плодовым деревьям. Так что попробуйте это чудо-средство. Все доступно, а эффект потрясающий. Хороших вам урожаев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас много интересных сюжетов. Мы рады встрече с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова